Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня поговорим о том, об иррациональном оптимизме, который правит баллом на американском рынке ценных бумаг. Многие говорят о том, что ничего никуда падать не будет. Я считаю, что рынок американский может упасть на 50 и даже 70%. И вот в этом видео я хотел бы поговорить и внести некие обоснования, то есть почему я считаю, что он настолько может упасть. На основе, опять-таки, больше фундаментальных вещей с обоснованием своего мнения. Если вам интересно узнать, может, не может упасть, если может, то при каких условиях. И очень интересно и полезное данное видео будет, в принципе, вам для того, чтобы оценивать, насколько перспективны или не перспективны инвестиции в фондовый рынок, как определить дорога-недорогая акция по отношению к широкому рынку и на что обращать особое внимание, когда вы проводите определенный анализ рынка ценных бумаг. Смотрите обязательно данное видео до конца, чтобы у вас сформировалось подобного рода понимание или, по крайней мере, мнение. Услышьте мое, как я лично формирую рациональность в подходе по поводу того, что для меня лучше выбрать. Выбрать рынок акций или выбрать, например, какие-нибудь инструменты безрисковой доходности. Итак, есть замечательная книжка Шиллера «Иррациональный оптимизм». Постоянно советую ее читать, в чем природа и рациональности, откуда берется этот рациональный оптимизм и к каким последствиям в итоге это приводит. Очень здорово, что они периодически обновляют издания и всегда, соответственно, в обновленных изданиях они смотрят на кризисы, которые были относительно недавно. Поэтому первое, что хочется посоветовать в этом видео, это прочитать данную книжку. Второе, когда мы говорим о том, почему рынок ценных бумаг может упасть, американский рынок ценных бумаг может упасть на 50-70%, я вам постараюсь сейчас это попробовать, что называется, на пальцах разложить. Итак, смотрите, что такое акции? То есть почему, в принципе, человек идет на рынок акций? Если вы являетесь владельцем капитала, то есть вы являетесь инвестором, кто такой инвестор? Инвестор – это человек, у которого есть деньги, капитал, финансовый капитал, который вы направляете в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. И инвесторам вы можете выступать в разном ключе. Вы можете свой бизнес организовать и выступать инвестору, вы можете к кому-то присоединиться, стать инвестором, вы можете купить акции на публичных торгах и стать акционером какого-то общества. То есть вообще акции, то есть кладывать в объекты предпринимательской деятельности. И тогда вы являетесь инвестором. И вот представим некого такого образа человека, да, Иван Иванов. У него есть депозит, миллион рублей. При прочих равных условиях он может стать инвестором. И он начинает выбирать, то есть куда ему вот этот миллион отнести. Первый очевидный такой пример, да, положить на банковский депозит или купить облигации. Второе, увеличить риск и купить что-то более рискованное, но потенциально более доходное. На этих двух вещах идет некое такое разграничение. Когда выгоднее вкладывать на банковский депозит, а когда выгоднее вкладывать, например, на рынок акций, то есть купить просто индексный фонд. Итак, для инвесторов ключевым определяющим является так называемая премия за риск. Потому что Ваня может свой миллион рублей вложить или на депозит, или в государственные облигации. То есть есть такое понятие ставка безрисковой доходности. Опять же безрисковой в кавычках. Что значит безрисковой? Значит, что вы вкладываете деньги или даете деньги кому-то с высоким кредитным рейтингом, с высоким уровнем платежеспособности. У вас оговорен срок, когда вы заберете деньги назад, и у вас оговорена стоимость денег. То есть сколько вам за это заплатят. Банки это все же равно бизнес. То есть банки все равно могут подвергнуться определенному риску. И поэтому ставка безрисковой доходности, ориентиром для ставки безрисковой доходности является доходность десятилетних облигаций. В любой стране. То есть если вы инвестируете в Америке, ориентиром по ставке безрисковой доходности является доходность десятилетних облигаций США. Если вы инвестируете в Россию, то для вас ставка безрисковой доходности является доходность 10-летних ОФЗ. И вот первое, что вы делаете, если у вас есть миллион, сколько я получу, если я куплю облигации правительства России? Почему облигации государственные считаются более надежными, чем банковский депозит? Потому что у государства есть аппарат, который собирает налоги. Соответственно, есть постоянное поступление в бюджет, доходная часть бюджета. И поэтому считается, что если вы даете в долг государству, а у государства, соответственно, определенная территория находится, там есть население, там есть предприятия, которые платят налоги. И поэтому государство, если берет в долг, то оно этот долг отдаст в итоге с доходов, которые заработали предприятия или физические лица, живущие на территории данного государства. Поэтому ставка безрисковой доходности. Соответственно, у Ивана, у него есть возможность этот миллион рублей разместить безрисково на 10 лет с определенной доходностью. Как я уже заявил, в Америке это где-то сейчас находится в районе 4,7-4,5%. В России это находится на уровне 11% доходность десятилетних облигаций. То есть на 10 лет с вложенного миллиона рублей, опять же я могу их конвертировать в доллары, дать правительству США и буду получать по валютной составляющей, мы сейчас убираем, мы не берем ее, два раза в год в общей сложности я получу 47 тысяч рублей на вложенный миллион. Если я соответственно вложу в десятилетние облигации российские, то я буду получать 11%, это соответственно 110 тысяч рублей. Опять же убираем валютную составляющую. Окей, кто-то говорит, так, инфляция в Америке сейчас находится на уровне 3,7, я получаю 4,7, переигрывая инфляция, отличный вариант. Можно в принципе находиться. Если я в России вкладываю под 11% годовых инфляций, 13% неинтересно. Как правило, доходность вот этих вот десятилетних облигаций в нормальные периоды времени, две трети времени, реальная доходность ниже инфляции. Редко бывает, когда доходность десятилетних облигаций превышает в своей доходности инфляцию. И тогда человек говорит, мне чтобы перенести свой капитал, разницу между доходами и расходами в будущее, мне нужно, чтобы у меня доходность была выше, чем инфляция. И поэтому меня не устраивает на 10 лет получать доходность безрисковую, потому что она не перекрывает инфляцию. И я тогда принимаю на себя риск, я иду на рынок акций, потому что акции мне никто не гарантирует доход. Там не определены сроки возврата инвестиций, там вообще ничего нет. Все, что я получаю, как человек, вошедший в акционерный капитал, возможность в будущем, что компания заработает прибыль, поделится этой прибылью со мной. И вот эта вот потенциальная прибыль, она больше, чем если бы я получил, вкладывая в десятилетние облигации. Надеюсь, что это понятно. Ребята, если она понятна, поставьте плюсики сейчас в комментариях. В Соединенных Штатах Америки стандартная премия за риск составляет 4%. Как правило, премия за риск в два раза выше уровня инфляции. То есть, получается, если инфляция в Соединенных Штатах Америки находится на значениях 3,5-4, то мне фондовый рынок должен обеспечивать доходность плюс 4% к этому. То есть, это получается 7,5-8% я должен получить. По России этот показатель в два раза выше инфляции получается где-то в районе 25-26%. Плюс ставка без рисковой доходности 10%. Итого получается, что в России мне интересны акции, которые несут доходность 30%. В Америке мне акции должны обеспечить доходность 8%. Поэтому давайте сейчас посмотрим на текущие показатели. Если мы знаем, какую доходность нам должен обеспечивать инструмент, мы можем посчитать срок окупаемости инвестиций. То есть, за сколько лет у меня окупятся инвестиции. В настоящий момент сейчас вы на экране видите, что консервативные инструменты – это государственные облигации 10-летние, плюс облигации с кредитным рейтингом на одну ступень ниже государственных облигаций. То есть, это надежные облигации, у которых кредитный рейтинг всего лишь на одну ступень ниже, чем странный рейтинг. Рисковые инструменты – это акции. В России, как я сказал, это 11% плюс 22% премии, то есть 33% или форвардный показатель цена-прибыль должен составлять менее 3%. То есть, если я покупаю российский рынок ценных бумаг, он мне должен обеспечить доходность, которая позволит мне окупить мое вложение менее чем за 3 года. Если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, то доходность 4,7% плюс премия за риск в районе 7%. Итого мы получаем где-то 11,7%. Это вот тот процент форвардный ПИ должен составлять менее 8,5 лет. То есть, менее 8,5 лет у меня должны окупаться инвестиции в американский рынок ценных бумаг. При этом, если посмотреть, сколько сейчас эти показатели составляют, в России в текущий момент форвардный показатель цена-прибыль составляет 4,5. О чем это говорит? Это говорит о том, что при текущей инфляции, при текущей премии за риск, которую мы наблюдаем, у нас, соответственно, российские акции стоят 4,5 срока покупаемости инвестиций, а должен быть 3. До справедливых значений можно упасть до 50%. Ну, в самом плохом случае. В Америке широкий индекс форвардный показатель ПИ составляет 24,98, то есть 25 лет. А еще раз должен составлять 8,5. И для того, чтобы он пришел к справедливым значениям, он должен скорректироваться процентов на 70. Второй график, который я хотел бы вам показать, это красной чертой. Это определено ВВП Соединенных Штатов Америки, реальный ВВП США. А синим это индекс 5000 компаний капитализации американского рынка ценных бумаг. И если мы посмотрим, вот такие вот серые столбцы, это периоды рецессии экономического спада. То есть мы видим, что акции компаний падают и падают достаточно существенно. И посмотрите, что капитализация 5000 крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки, она всегда находилась очень близко к своей линии по реальному ВВП. Реального ВВП Соединенных Штатов Америки. Соответственно, если посмотреть, отмерить сейчас от уровней, на которых находимся сейчас, хотя бы к этому падение должно составить 50%. То есть когда падение происходит, оно происходит еще более глубоко, потому что начинают маржин-колы срабатывать. То есть рынок может упасть до 70%. Поэтому, если говорить о тех двух вещах, на которые я хотел обратить ваше внимание, то есть первое, очень большой разрыв между ценой, которую нужно заплатить за акции американских компаний. То есть сейчас при форвардном показателе американского рынка ценных бумаг в 25, что это говорит? Что за 25 лет у меня окупятся инвестиции? Это говорит о том, что текущая 12-месячная форвардная доходность рынка акций США составляет 4%. Текущая доходность безрисковых инструментов государственных облигаций США десятилетних составляет 4,7%. То есть разумный инвестор на текущий показатель капитализации рынка акций США смотрит следующим образом. Премии за риск нет. Мало того, что нет премии за риск, вы еще и платите за то, чтобы находиться в акциях американских компаний, потому что у вас ставка безрисковой доходности 4,7%. То есть вы просто можете на каждые вложенные 100 долларов в следующие 10 лет получать 4,7 доллара купонной доходности. Если вы вложите в акции американских компаний, вы будете получать 4 доллара. То есть фактически отсутствует премия за риск, хотя риски никуда не делись. И это говорит о двух вещах. Или рынок акций должен упасть, ну даже не или, скорее всего. Рынок акций должен упасть, он должен прийти к своему среднему значению. Он должен обеспечить премию за риск. И в этом случае разумно провести диверсификацию. Если вы имеете глобальные портфели, то в этом случае действительно имеет смысл провести разумную диверсификацию. То есть до 10-15% иметь наличных денег. И увеличить долю консервативных инструментов плюс 10% к стандарту, который есть. Потому что рынок стоит очень и очень дорого. С пониманием того, что еще и стоимость денег там в районе 5,5% сейчас составляет. Первое. Соответственно, я хотел сказать о том, что нет премии за риск на американском рынке ценных бумаг. На российском рынке ценных бумаг он есть. Но тоже не сказать, что прям какая-то дикая премия там имеется. Поэтому есть риск снижения как американского рынка, так и российского рынка. Если говорить о потенциалах снижения, там в России это до 50%. В Америке это там до 70-80% может составить снижение. Поэтому я был бы очень осторожен. И именно поэтому я подготовил двухчасовой мастер-класс. И слайды, которые вы видите сейчас на своих экранах, по которым я даю комментарии. Они как раз-таки взяты из этого полноценного двухчасового мастер-класса. Он абсолютно бесплатный. Я вас приглашаю его пройти. Ссылка на данный мастер-класс находится в описании под данным видео. Проходите, смотрите. Также, если понравилось видео, вы со мной согласны, оставьте комментарий. Подпишитесь на канал. Щелкните на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok